Привет, мои тамадачи! Я нахожусь у дворца анимации тронного зала режиссёра, определившего эпоху, Хаяо Миядзаки. Добро пожаловать в студию Гибли! Нико! С вами Нико, и это шоу, где я пытаюсь удивить японцев Японии. И сегодняшний наш гость Юрий. Юрий. Я занимаюсь футболистом футболистом. Я люблю бирж и суши. Существо – очень гяльное место. Существо – все, что не было. Спасибо. Поехали! Основание Гибли происходит в 1985 году, после успеха второй по счёту режиссёрской работы Миядзаки. Навсекая в «Долине ветров». Э, ты не ездите тут? Навсекая, плети, предупреди своих! Не стреляй! Придётся разбудить Дитана. Этот фильм стал отправной точкой для студии Гибли и переломным моментом карьеры Миядзаки. Он и до того слыл большим талантом в кругах аниматоров. Но первая его полнометражная режиссёрская работа «Люпен. Третий замок Калиостро» не сыскала большого успеха на экранах кинотеатров, в год выпуска собрав лишь немногим больше своего бюджета. Навсекая же, первая оригинальная история Хаяо, пролетела по всей стране и отправила Миядзаки вверх по лестнице культовых личностей. К тому же, «Долина ветров» и свела режиссёра с его несменным продюсером и товарищем, сооснователем студии Гибли Тошио Судзуки. Он работал в издательстве Tokuma Shoten, главным редактором журнала о манге и аниме AnimeH. После курирования пары статей от Миядзаки, Тошио продвинул идею об оригинальной манге Хаяо, навсекая в «Долине ветров». Сперва она появилась как раз на страницах AnimeH, и после была адаптирована в культовый фильм о противостоянии человека и природы. Кстати, над созданием финальных сцен на Всекай работал Хидеаки Анно, режиссёр Евангелиона. Он же из числа людей, которые хотят взяться за лайф-адаптацию «Долины ветров», но на это добро не даёт сам Миядзаки. Тем не менее, Той остаётся друзьями до той степени, что Анна даже озвучила авиаконструктора времён Второй мировой войны, главного героя фильма Хаяо «Ветер крепчает». Студию открывают на деньги издательство «Токума Що Тен», которая поддержала и выход на Всекай, но при работе над первыми фильмами уверенности было мало, что дело проживёт столь долго, потому что создание Гибли масштабных проектов всегда большой риск. Если картина провалится, то на следующую денег, скорее, уже не дадут. Бизнес. Первым штабом студии было простенькое арендованное помещение в районе Кичи-Джоджи. Тогда там работало около 90 сотрудников, теперь же, согласно данным сайта Гибли, их 280, а в некоторые годы было и до 400. Сейчас, неподалёку от первых офисов, располагается музей Гибли, возведённый под руководством сына Хаяо, Гора Миядзаки. Гибли Да, да. Это Италия языка Гибли. Гибли 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 Это означает «熱ко, силько,風». «熱ко, силько,風». В зале «текая» 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 Я забрала тебя. Я ошибаюсь. Студия Гибри — аниме, как новая новая коза. День на кай о кавару. Да, новая коза. Слово имеет корни в арабском языке, но Миядзаки, скорее всего, узнал его через свою любовь к авиации, которую перенял у отца-конструктора. Ведь Гибри назывались и итальянские самолеты-разведчики времён Второй мировой войны. И студия действительно смогла стать новым дыханием аниме-индустрии. Но собственное здание пришлось подождать. Только в ходе работы над Порко Россо Миядзаки заявил, что пора бы обзавестись собственным зданием. Мы построим трёхэтажную студию. Первый этаж, второй этаж. Вообще, наша главная цель — снимать хорошие фильмы. Мы не гарантируем работу на всю жизнь. Но компания — это всего лишь источник финансов. Успех компании — не главная наша задача. Важно то, что вы занимаетесь любимым делом. И благодаря этому получаете опыт. Если Гибри перестанет вас привлекать, просто увольтесь. Потому что лично я так и поступлю. В параллельной работе над свинным пилотом Хаяо делал наброски для будущего здания, общался со строителями и принимал ключевые решения. В 1992 году новый фильм и студия были завершены почти в одно время. Семь лет спустя основание Гибри, режиссёр наконец-то выстроил свой собственный замок. Таи сцена в том, что и появляются древние виды сцена. Для этого глава главная цель — это невероятно, сцена одноклассов. Это три этажа вверх, один подземный этаж и крыши с зеленым парком. По ним разбросаны различные департаменты аниматоров. На входе, конечно же, Тотара, над которым висят фотографии основателя издательства Токума Шотэн, самого Йосуёши Токума, и фото Саичи Рауджие, некогда председателя телесети Ниппон Телевижн, у которой сгибли тесные отношения. У входа в здание и бюст Йосуёши Токума. Он во многом поддерживал Миядзаки и его команду, находил деньги для работ Гибли, не сомневая в способностях режиссера. Выдающийся предприниматель поспособствовал партнерству студии с Дисней и другими дистрибьюторами, которые помогли фильмам разойтись по миру. Снизу на камне написано само имя бывшего президента Токума, а сверху «Покурозачи Кумори Юри Токаку», что означает «Заоблачные амбиции» или подразумевает напутствие «Не переставайте стремиться ввысь». Такую же надпись можно увидеть в фильме «Со склонов Кукурико», когда председатель совета директоров Токумару заходит осмотреть здание школьных кружков. Его прообразом послужил как раз Йосуёши Токума. На первом же этаже и уютное кафе, где сотрудники устраивают посиделки, праздники с чайком и карри булочками от Миядзаки. Поднимаемся на второй этаж и оказываемся в комнате уже для серьезных совещаний. Этот выступающий блок как раз она и есть. Подземным этажом кинотеатр для отсмотра материала и студия звукозаписи, где мы видели Ихиде Акианну. На третьем этаже помещение в японском стиле с татами, где Хаяо порой получает мануальный массаж. Выше – выход на зеленую грижу здания. Там же, по словам очевидцев, можно было увидеть и реплику черепа Трицератопса, приобретенную Миядзаки. Из прочей живности в офисе была и кошка Усико. Она послужила моделью для котов в фильмах «Ариетти из страны лилипутов», «Возвращение кота» и «Шобот сердца». Напротив главного здания ввысь стремится башня студии номер два. Поблизости находится и позже построенное здание номер пять, где работы вел режиссер и соперник Хаяо – Исао Токахата. И рядом стоит миниатюрный милый домик номер три. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Что это рассказывает? О paysах. Наверное, что ты... Можешь... Юлия фристилилка. Я люблю фристилил. Вы можете сделать много разных вопросов, правильно? Да. Теперь мы поговорим о фристилилке. Мне нравится Джибри. Юлия фристилилка 10 минут. Я хочу сделать фильм о том, что мы сделаем фильм. Субтитры создавал фильм о том, что он сделает фильм о том. Да, многое. Если вы не знаете, мы собираемся выбраться. Хорошо, создавал. Так, так далее. Это фристилирует. Фристилирует? Да, начнем. Продолжение «Тотолер». Ну, что-то, «Некобас»? Ну, что-то, «Некобас»? Ну, 3秒. Я не знаю, что это. Некобаска красивая. И мой сын и мой сын. Зенточьхилл. Мама и папа. Их много страшных монстров. Опа-пады. Как-то классно. Я не знаю, это. Мононки姫. МОНОНУКИ ХИМЕ 好きなものに限って出てこないね 猫可愛いね 崖の上のポニョは 得体の知れない生物でも可愛いなって 人と仲良くなれる心が通えば 天空の城ラピュタ これはやっぱね 都市伝説的にありそうだよね その辺に浮いてる島っていうのは なってほしい 以上です どうだった? 難しすぎるよね 半分くらい俺知らない映画だもん よくできた ありがとう и на сегодня осталась ещё одна значимая локация у нас по пути к ней видим ясли для детей сотрудников Гибли зовётся здание «Домом трёх медведей» буквально рядом с ним то, что называется «Домом свиньи» ここは葉っぱないですね これ なんだこれ これは2馬力という 宮崎さんの個人的なアテリエ 2馬力の言葉知っている? 知らない 2 2 2 と馬 力 2馬力 これは 車のエンジンの力 なるほどなるほど 車のモデルの名前は Hitlion 2CV 2CVは2馬力という意味です 宮崎さんは Hitlion 2CV大好きです それから このアテリエの名前は 2馬力です これは 一人の食べ物のメニュー 古が 揮湯家当り アニマトチの中に 映画監督 ミヤザキはやおのアトリエはある アニマター уже не раз уходил из Гибли но не переставал возвращаться так было и в 98ом после трудоёмкого фильма Принцесса Мононоки Поговаривают, Миядзаки лично контролировал процесс создания 140 тысяч фреймов анимации и сам рисовал или корректировал около 80 тысяч из них. Покинув студию, Миядзаки выстроил этот дом в мастерскую. Ниборики – это две лошадиные силы в названии машины Citroën 2CV. Это имя перекочевало от самых старых моделей с действительно слабым двигателем, но в наши дни не несет в себе прежнего смысла. Тем не менее, у Миядзаки довольно простенький аппарат на 27 лошадиных сил. Любовь к нему началась еще в студенческие годы. В 60-х Хаяо купил свое первое авто – Citroën. И позже увековечил его в своем режиссерском дебюте. Если приравнять современную машину к дому, то 2CV – это словно палатка. Он лишен абсолютного комфорта, но лишен и барьеров, стен с внешним миром. Поэтому Миядзаки верит, что машина помогает ему достичь единения с природой. Это очень круто. Эта Luft фанта. Миядзаки, ты какими Psорова, не родился. Жиле неcer sneу огний. По моему мелодору, ты не знал. Которые жили в ради? Миядзаки, ты какțу твор fl Киспидelen. Диагмент newborn? Да, но я не знаю, что я говорю, что я не знаю. Это очень круто. Я не знаю, что я не знаю. Тут Миядзаки писал мангу и давал мастер-классы, но уже через год после ухода он такой «Э? Ну и зачем я это сделал?» и вернулся в студию для создания «Унесенных призраками», но продолжил использовать это здание для работы над проектами Гибли. Как я и сказал перед прибытием в Неборике, у здания есть и иное название. Отчего так, четкой инфы я не нашел, помимо того, что раньше на фасаде было два свина, а режиссер носил идею создания еще одной студии, как раз под именем Бутая. Вот и подошла наша прогулка к концу, но остался интерактивчик. На основе материала видео я провел с Юрой из супер-игру, который вместе с ним попробуйте и вы. Прямо говоря, условия не равные, потому что сегодняшнему японцу я всей этой информации не рассказывал, но дадим ему шанс. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Это не трудно. Причина, не знаю. Но в самом деле, есть прайсерапперс. Но это не так. Гевангелион, знаете ли? А, понятно. Гевангелион, худеаки Ана, в фильме, в фильме, что он задавал. Эй, это не ловит. Гакки на уэ на понё. Гакки на уэ на понё. Гевангелион. В фильме, в фильме, Гедо сенки. Гедо сенки. В чеме Гевангелион учил? Гедо сенки? Нет. Батву. Двое взрослого человека. Эй, эй, это гедо сенки. Ну, это все. Ну, это все. Не знаю, что у нас нет, не нужно. Ни барикиという ателье 覚えるでしょ あの ателье他の名前がある あの名前は何ですか A. Цутая B. Бутая C. Некoya D. Саканая D. Саканая 猫屋 いや バツ 違う 全部外れたよ 猫でしょう 絶対 猫だ 豚屋 豚屋なんて名前にしないでしょ 結果は ゼロ それでもプライズがあります 心配しないで どうぞ Thank you これは可愛い はい 隣のトトロ すごい猫 バツ ありがとうございます 日本の映画は素晴らしいので 見てください Давайте подытожим где мы сегодня побывали тут вот ближайшая станция метро Higashi Kogane от неё около 600 метров до главного офиса через дорогу от него здание номер 2 чуть дальше 5 и 3 ясли стоят в 200 метрах от головного здания соседствует с ними укрытый кроной деревьев Неборики кстати видите вот этот зелёный участок земли ясли уже выкупила его под новое здание в будущем и и Я много много и много, но я не могла обучать. Но это очень хорошо. Студия не будет ли у вас, в студии? Студия не будет ли у вас? Я стараюсь делать это. Я не буду делать это. Я не вижу это. Я не могу. Было бы чудно закончить на этой речи, но YouTube накладывает на меня требования постоянно напоминать вам, что я очень нуждаюсь в вашей поддержке. Вы все знаете, что нужно сделать, тем более, что будет вторая часть этого видео, вместе с Юрой опять, как когда-нибудь будет. Тем временем я предлагаю вам поглядеть другое мое видео о милых и не очень маскотах Японии. Использованные материалы выпуска в описании, и не забывайте улыбаться.